Сегодня мы с вами приготовим утиную грудку по рецепту моего друга Мишеля Ленца, который живет во Франции. Мы ее будем подавать с грушей, приготовленной в портвене, и сделаем сами конфеты из пряника, фуа-гра и мармелада, приготовленного из тыквы. Для начала мы приготовим грушу. Мы добавим красное вино. Красное сухое вино. Можно использовать полусладкое вино, тогда нам не пригодится портвен. Сейчас мы включим для подогрева вино и подготовим грушу. С грушей надо счистить кожуру. Готовить мы будем в специях в вине с портвеном, ну, как готовится в глинтвене, потому что мы добавим туда и гвоздику, и корицу, и мед, конечно же. Добавляем в вино корицу. Добавляем мед. И сахар. Добавляем мед. Добавляем мед. Добавляем мед. Все, груша наша будет готовиться. Теперь мы начнем готовить самый главный наш ингредиент, это утиное филе. Мы сделаем надрезы на шкуре в виде ромбиков. Это чтобы лучше выпаривался жир. И чтобы она лучше и быстрее прожарилась. Ну, и естественно, чтобы она после обжарки была красивой. Солим. Перчим. Наша грудка готова. Сейчас в сковороде нужная температура. Обратите внимание, наша сковорода тефлоновая, и мы жарим нашу грудку без масла, так как у нее достаточно приличный слой жира. И вот сейчас видно, сколько сразу жира уже появилось у нас в сковороде. С этим блюдом Мишель Ленц выиграл один из конкурсов во Франции. Но я, конечно же, добавил что-то своего. Он подавал его просто с грушей. Но я решил добавить французской пикантности и сделать конфету из фуагра. Чем мы сейчас и займемся. Мы поставим воду для водяной бани, чтобы растопить белый шоколад. Пока он топится, проверим нашу утиную грудку. Ее стоит перевернуть. Смотрите, какая корочка. Подготовим ингредиенты для конфеты. Мы возьмем пряник. Срежем верхушку, чтобы конфета была ровной. Теперь берем формочку. Вырезаем из пряника подложку. Это будет подложка для нашей конфеты. Затем мы берем террин. Готовый террин из гусиной печени. Смажем формочку немножко маслом. Чтобы нам потом удобнее было достать их. И делаем, проделаем такую же операцию, как и с пряником. Выкладываем на формочку. Теперь мы сделаем то же самое с третьим ингредиентом. В нашем случае это готовое пюре из тыквы, просто зажелированное. Оно готовится так. Запекается тыква, запекается вместе с луком в небольшом количестве воды около полутора часов. Затем взбивается блендером и добавляется желатин. И убирается на ночь в холодильник. Шоколад тем временем у нас потихонечку расходится. Вырезаем третью часть для нашей конфеты. Наша конфета, на первый взгляд, достаточно необычная. Так как в ней присутствует и сладкое, и паштет из печени, и тут же тыква. Нейтральный совсем ингредиент. Но в сочетании все три ингредиента дают очень хороший результат. Мы растопили шоколад. Добавим чуть-чуть масла. Сейчас мы будем заливать эту конфету. Мы установили нашу конфету на такую сеточку, чтобы лишний шоколад стек. Если остается немного места прозрачного на ингредиенте, ничего страшного. Потому что домашняя конфета должна выглядеть по-домашнему. Всю эту конфету мы убираем в холодильник. У нас груша варится. Главное грушу не передержать. Груша готовится около 15 минут, в зависимости от ее консистенции. Лучше использовать грушу, которая твердая, слегка недозрелая. Наша груша уже практически готова. Нам ее надо снять, чтобы она остыла и напиталась всеми этими ароматами. Пока настаивается наша груша и жарится утка, мы приготовим соус. Апельсиновый соус классический. Апельсиновый сок надо выпарить почти в 10 раз. И тогда он будет насыщенный, так сказать по-французски, демигляс. Мы в апельсиновый сок добавим сахара для вязкости, ну и для вкуса. И добавим немножко корицы. Утинная грудка тем временем у нас жарится. Ей осталось буквально 5 минут, и она уже будет готова. Утинную грудку надо подавать обязательно, чтобы немножко был кровяной сок. Если утку передержать, то мясо будет жестким и невкусным. У нас выпаривается сок, и мы займемся грушей. Груша у нас остыла, напиталась вином и портвейном. Сейчас мы ее нарежем уже непосредственно для подачи на блюдо. Для начала нам надо ее обсушить. Затем мы нарежем ее на 4 дольки. Нам потребуется 2 кусочка. Соус апельсиновый наш практически готов. Сейчас время пришло для утки. Мы ее выкладываем. И накрываем, чтобы она немножко отдохнула. Сейчас мы будем заниматься украшением и выкладкой блюда. Сегодня в украшении нашего блюда мы будем использовать цветы. Вот эти цветы съедобные. Лепестки мы будем использовать бордовые. В нашем блюде будет присутствовать достаточно много красивых цветов. Утка. Груша. Опять утка. Утка. И затем груша. Нам надо выложить красивый соус. Сюда мы выкладываем. И так далее. Сюда мы выкладываем. И так далее. Сюда мы выкладываем конфету. Затем, чтобы ее как-то подчеркнуть, потому что шоколад белый и тарелка белая, мы выложим лепесток. Зелень на блюде – это всегда успех. И немножко сухих маслин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Ну и самое главное – красивая подача!